нас осталось для лекции сегодняшнее следующее на них мы обсудим игры у нас будет что у нас будет теория игр такая самая базовая комбинаторных игр игры на графе базовая теория шпрега гранди минимакс немножко предпроспективный анализ и альфа бета течение если успеем вот первое что хотел сразу сказать что есть замечательная книжка андрея станкевича точнее книжка монографии она доступна в pdf легко находится в интернете игры на графах она очень популярна известно потому что в ней очень хорошо понятно и подробно описано текущее состояние части теории по комбинаторным играм много примеров хорошее доказательство и вообще очень легко и приятно читать давайте попробуем классифицировать парные игры и нас как их можно было бы классифицировать вот я предлагаю сделать два вида два типа классификации о наличии всей информации бывает что информация по играм доступна больше недоступна по состоянию игры например какой-то игрок не знает что происходит у второго игрока или не знает о о чем-то что есть что скрыто от обоих игроков и второй второй тип классификации это по детерминированности ходов это о том что каждый ход сопровождается некоторым случайным событием например там бросание кости или ну это в некотором смысле схожая схожая штука что допустим вытаскивание какой-нибудь карты случайной карты из колоды вот это похоже на то что карты просто скрыты потому что по факту он выбирает одну из скрытых информации поэтому здесь есть некоторые пересечения но это мы этим заниматься не будем просто хотелось игры или перебрать какие у нас есть игры и каждую из них куда-нибудь записать к нам есть вся информация доступна и всех возможные ходы детерминированы в этом смысле у игрока произвольного есть полная картина что он может делать и он по идее может если у него были бы там суперспособности проанализировать все все возможные ходы из себя и противника и построить какую-то выигрышную или проигрышную стратегию выигрышную для себя проигрышную для своего соперника начни предполагать что все свои ходы он делает так чтобы как как бы не старался играть 2 то он в итоге проиграет вот либо понять что у него нет такой стратегии если он не будет ждать пока второй ошибется вот таким играм относятся игры вроде шахматов шашки в сегодня будем разбирать более простые игры типа ним тоже простые игры на графе смотреть как они могут быть тоже классифицированы внутри вот такой вот это вот части на внутри этого одного квадратика вот если информация какая-то скрыта то это влияет на вид на ход игры такие игры рассматривать не будем например вот морской бой я честно говоря не знаю еще какие игры есть в этой части что часть информации скрытой при этом нет никакой случайности кто-то предлагал виселицу есть еще значит второй способ классификации по наличию случайности и тут сразу много игр особенно азартных возникает всякие карточные игры где с одной стороны часто мы не знаем карты соперника поэтому она вот в этой части и еще бывает что находится какая-то колода кусок колоды лежит рядом верно когда дурака играем то мы не знаем в каком порядке расположены карты колоде который нужно брать я думал преф это что он будет вас грязно с морским боем или с карточным играм потому что зачастую если мы не знаем только игроку если мы не знаем что находится у игроков там единственный маленький момент остается про прикуп него есть две карты есть две карты которые в прикупе но по идее если предполагать что каждый не знает какие карты находятся у у своих соперников а прикуп это строго дополнительные две карты относительно всех которых мы не знаем то по идее идет нет никакой случайности этот самый прикуп он ну лежит и лежит его вообще не используется там неважно в ком порядке находится каком порядке расположены эти карты внутри прикупа все здесь это мне кажется все таки больше вот сюда то есть к верхней части вот а когда доступна вся информация на из тех времен случайности это вот всякие игры с костями нарды всякие бродилки ходилки монополия вот может быть вы что-то предложите вспомните какие еще и тигры простая игра которую легко проанализировать ее часто задают школе или просто деятельная задача олимпиады математики есть н спичек можно брать от 1 до к спичек рассмотрим начале первый вариант проигрывает тот кто не может сделать ход такие игры которых проигрывает тот кто не может сделать ход называют нормальными так дальше мы еще об этом поговорим получается когда у нас ноль спичек то это сразу проигрыш независимо того кто ходит вот тот кто будет ходить с ситуацией когда у нас ноль спичек тот проиграет если у нас от 1 до к спичек то тот кто ходит выигрывает если у нас к плюс 1 спичка то как бы мы не пошли останется от 1 до к спичек а эти все позиции выигрышные потому что второй игрок просто заберет все старшие спички и поэтому позиция из к плюс 1 спички она проигрышная вот дальше можно смотреть на следующие и увидеть что опять следующий к подряд идущих чисел это выигрышные позиции мы если у нас там к плюс 2 к плюс 3 так далее 2 к плюс 1 спичек осталось то тот как можно действовать но тот игрок который сейчас ходит он возьмет ровно столько спичек чтобы осталось к плюс 1 мы тогда переведем кто-то ходит он переведет игру в состоянии проигрыша для второго противника и поэтому дальше сможет выиграть дальше выделенное число 2 к плюс 2 можно к плюс 1 2 к плюс 2 она тоже проигрышная потому что кого мы не пошли мы попадаем в одну из выигрышных ситуаций все ходы из 2 к плюс 1 они все ведут в выигрышной ситуации поэтому эта ситуация проигрыш на для игрока который ходит можно игру немножко изменить сказать что у нас будет выиграть теперь проигрывать теперь не тот кто не может сделать вот а тот кто забирает последнюю спичку такие игры называются ненормальными еще их называют игру в поддавки когда нужно добиться того чтобы чтобы тебя не было возможности пойти вот поэтому вот когда у нас нет возможности пойти 0 можно сказать что это выигрыш да просто эти эти терминальные вершины их никак не выделяют обычно но можно заниматься вот а если у нас одна спичка тогда у нас в этом случае будет проигрыш ну и дальше опять то же самое следующие к позиции от 2 до к плюс 1 они выигрышные потому что тот кто ходит он может взять соответствующее число спичек так чтобы оставить ровно одну спичку и поэтому второму игроку придется взять эту последнюю спичку и он проиграет такая же такой же такой же получается такая же последовательность чисел проигрышных выигрышных но сдвинутая единичку у нас будет все позиции виды 2 на к плюс 1 плюс 1 проигрышный и на к плюс 1 они все проигрышные а все промежуточные будут выигрышные вот кстати вот с этой задачей со спичкой можно обсудить тоже будет симметрическую стратегию но более классическая вот такая задача известно есть круглый стол на него можно по очереди класть одинаковые монеты считается что монет неограниченное количество и задача просто состоит в том чтобы делать так чтобы можно было что-то положить проигрывает тот кто не может сделать ход вот как если какая-то с выигрышной или проигрышной стратегия тут задача как бы сказать она не описывается конечным графом если нету конечного числа состояний можно класть куда угодно у нас любые координаты на столе доступны имеется ввиду что карринаты с сильными абсциссами и ординатами вот в этой игре есть выигрышной стратегии для первого игрока он может сделать следующее он может положить монетку прямо в центре стола отробно в центр и поставка он то сделает если второй игрок куда-то пойдет монетку как положил да то первый может положить монетку симметрично ему тогда если потом дальше 2 куда-то кладет первым всегда может ответить симметрично он может положить относительно центра монетку относительно центра симметрично той монете который положил последний 2 так как он так у нас каждый момент времени после когда ухода первого на столе симметричная центрально симметричная картинка то если 2 может куда-то положить монетку то потом это означает что это место было свободно а значит было свободно место центрально симметрично ему значит первый может ответить так чтобы положить монетку центрально симметрично относительно хода второго получается что первый всегда будет выигрывать из-за того что какой-то момент просто второму никуда будет положить поняту вот игры игры со спичками примерно то же самое происходит мы отмечаем симметрично на ход если если у нас сейчас проигрышная позиция то как бы не пошел как бы не пошел игрок который сейчас ходит второй может ответить симметрично ему ему нужно для этого взять если он взял там l камней то ему нужно взять к минус l камней так чтобы осталось на к камней больше меньше чем предыдущем чем чем то которое было не камней а свечек чем то которое было на момент хода первого то есть так чтобы сумма камней взятых за эти два хода была равна к нет капли садим ну чтобы вот если вот в этой игре в нормальный у нас каждый раз был переход от числа можно как плюс 1 m умножить на к плюс 1 к числу а минус 1 на к плюс 1 за два хода чтобы всегда оставалась проигрышная ситуация у у первого игрока еще один пример симметрической стратегии есть две кучки одинаковых камней разрешается брать любое количество камней из любой кучки проигрывает тот кто не может сделать ход очень похоже на спички но здесь можно уже брать неограниченное число камней можно брать от одного там ну там сколько в куче есть только можно максимум не забрать можно забрать всю кучу проигрывает тот кто не может сделать ход когда у нас одинаковые кучки то можно действовать точно так же симметрично второй игрок может брать ровно столько же камней сколько взял предыдущий но из другой кучки допустим из первой кучки он взял 5 камней из 15 ну и вторых может точно так же сделать взять 5 камней из другой кучки из 15 камней и кучки опять станут одинаковыми в самом конце когда первый игрок заберет полностью какую-то кучку второй тоже заберет полностью эту кучку и первый проиграет еще одна интересная игра просто для примера есть поле м на н есть две фишки здесь уже чуть-чуть другая игра здесь есть некоторое неравноправие полицейский догоняет бандита есть фишка полицейского есть фишка бандита они могут ходить по полю не могут заходить находить заходить наступать на стенке бандиту нужно бандиту нужно убежать в поле нужно подойти к крайней клетке и следующим ходом ходом он может с нее выскочить если он успевает выскочить пока полицейский не схватил не наступил на его клетку значит он выиграет а если полицейскому удастся догнать бандита и наступить на его клетку значит выиграет полицейский вот эта игра в неравноправное потому что бандит всегда должен ходить за свою фишку а полицейский должен сюда ходить за свою фишку в отличие от игр с камнями или со спичками где можно было брать любое число камней или спичек там были ходы одинаковые с точки зрения первого и второго такие игры называется справедливые дальше будет тоже определение вот здесь кажется все-таки она бандит выиграет но здесь зависит от того кто первый если ходит первым бандит дата на 1 сюда пойдет полицейский его не догонит сюда и дальше бандит успеет выскочивать 1 полицейский сюда есть полицейский догонит да вроде догоняет вот но если бы они захочет пойти сюда то он не догонит и тогда все-таки даже если полицейских у первым они это можно пить и сюда да да вот я здесь ошибся вот если первым походит полицейский а ну смотрите да куда западута предпределительский сплите полицейский пойдет наверх то бандиты над этим если полицейский пойдет вниз то бандит надо идти вверх вот именно вот на этой картинке вот и это все можно проанализировать мы сегодня научимся это делать с помощью ретро анализом камер еще одна классическая игра игра ним когда у нас есть несколько кучек камней там у нас было две кучки камней одинаковых а игра ним это ее обобщение у нас есть н кучек в каждой кучке от а1 на 1 а2 соответственно а n количество камней разрешается брать любое количество камней из любой кучки проигрывает тот кто не может сделать ход классический вариант который во многих книжках встречается это кучки 3 кучки размеры 3 4 5 вот эта игра является прямой суммой игр с одной кучкой вот и мы дальше на следующем занятии посмотрим об этом на следующей лекции обсудим как раз по теории шпрега гранди про теорию прямых сумм нужно взять ксор этих чисел аитых если этот ксор равен нулю то значит ситуация проигрышная если ксор не равен нулю значит существует выигрышной стратегии можно описать как именно нужно пойти из какой кучки сколько камней взять чтобы этот но это надо сделать так чтобы ксор новых чисел стал равен нулю так кажется что так всегда можно будет делать вот это мы следующий раз обсудим а вот все эти вот именно классической ситуации 345 у нас там получается 3 это 114 до 100 опять это 101 ксор не равен нулю значит это значит это должен быть выигрыш это должен быть выигрыш проверим 1 1 1 0 0 5 это 101 до ксор равен двойке значит нужно что сделать нас чтобы ксор был равен единице был равен нулю можно тогда например взять две кучки из два камня из кучки 3 то будет 145 после этого ксор стоит равен нулю вот да и как бы уже дальше не ходил 2 этот ксор после его хода не сможет быть не нулевым снова и тогда можно будет симметричными дальше отвечать чтобы снова ксор становился равен нулю вот еще одна интересная игра ним битхоффа когда нас есть две кучи камней но тут чуть больше ходов возможных разрешается брать любое количество камней из любой кучки либо равное количество из обеих проигрывать тот кто не может сделать ход вот если у нас по нулю камней в каждой кучке то это сразу проигрыш на ситуации если у нас любое количество камней в одной кучке а второй ноль то это тоже проигрыш то это выигрышная ситуация тот кто ходит он просто берет все камни из этой кучки и приводит в состояние 0 0 то же самое с другой стороны у нас будет симметричная картинка неважно в ком порядке у нас кучки лежат вот 1 1 тоже проигрышные ну и все 2 2 3 3 4 4 потому что можно брать одинаковые камней одинаковое количество камней из этих кучек поэтому эта диагональ она тоже вся выигрышная вот дальше смотрим 1 2 куда бы мы не пошли да мы можем куда идти можем идти вниз по диагонали можем идти просто вниз можем идти влево забирать любое количество камней можно перейти в любую из этих позиций и все они выигрышные вот это значит что как бы мы не пошли второй игрок сможет из этих выигрышных позиций перевести нас в проигрышные мы проиграем поэтому эта ситуация проигрышные аналогично 1 2 тоже проигрышные вот и все позиции которые ведут в эти p новые которые мы нашли да они тоже автоматически становятся выигрышными все эти вот n да они выигрышные потому что можно забрать соответствующую количество камней так чтобы осталось а два камня в одной кучке и а вторая кучка не трогать то же самое здесь вот ну и плюс по диагонали вот эта вот диагональ которая находится от p до если мы на ней стоим значит мы можем взять нужное количество камней так чтобы оставшаяся кучка была 1 и 2 то же самое над этой p по диагонали тоже одни n ки вот все мы это можем как делать как как решить то что у нас будет дальше кто у нас 1 p 1 не закрашена клетка вот у нас будет вот эти две клетки не закрашены они автоматически станут проигрышными да и можно проверить что по диагонали вверх и влево от них мы идем только по н там дальше можно для них то же самое закрасить сверху закрасить справа н коми и проигрышные ситуации эти проигрышные потому что они не заполнены были сейчас выигрышными во-первых а во вторых почему именно проигрышный потому что можно проверить что если мы идем влево если мы идем вниз а мы чем-то вроде получается самых левых самых ниже ситуации рассматриваем про не заполнены ну в каком-то смысле да 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 можно можно так смотреть можно рассмотреть например все что находится ниже диагонали и относительно всех найденных проигрышных ситуаций у нас есть какая-то заполненность по выигрышных по диагоналям и по горизонталям и по вертикалям да и дальше мы просто смотрим первую свободную клетку в например по иксу под диагонали с минимальным игреком вот она будет тоже проигрышная потому что мы ее не заполнили иначе она была бы заполнена почему потому что из этой клетки ее если она не заполнена это значит что слева от нее нки снизу от нее нки и по диагонали от нее вниз тоже нки там эти нки стоят потому что если бы там была какая-то пешечка то мы бы относительно этой пешечки в тот момент как решит тасвен да мы бы и мы бы эту мы бы ее забрали вот так вот можно дальше рисовать эти нки и пешки и собрать все все проигрышные ситуации у них очень интересное такое распределение не тут то по два то по три то опять по 3 2 ну вот они вот либо 1 12 поднимаются либо на 23 всегда вот интересно какая у них зависимость вы кажется пропали да да я пропал потому все думаю интересно какая у них зависимость эта игра актальная и в ней есть период сейчас дождите нет нет она не актальная она никто не нет да поэтому то что она периодически надо подумать ладно не могу по не могу ответить вопрос вот еще одна очень классическая игра хоккенбуш по факту многие игры они в каком-то смысле эквивалентно нему можно аналогично рассматривать эквивалентность хоккенбуш им эквивалентность по гранде мы в следующий раз определим вот хоккенбуш это такая игра в которой есть граф неориентированный него есть выделенная вершина с и заход заход разрешается перерезать любое ребро после того как ребро перерезается все вершины которые становятся недостижимы из с они отпадают например здесь нет таких к сожалению а нет вот можно отрезать вот это вот ребро от с и тогда все этот весь этот квадратик с этими циклами он весь отпадет когда второй может может отрезать только треугольный вот часто хоккенбуш рисует не в виде отдельно выделенные вершины а виде такой земли на которую приклеено много кусочков графа он просто вырезать просто так изображается почему потому что на нем можно на нем часто рисуют деревья а деревья в которых нет веток а есть нет ветвления есть только палки называются бамбуками и вот ним этот эквивалентен хоккенбуш из бамбуков и граним это когда у нас есть такие вот палочки до хоккенбуш это из бамбуков это такие палочки если на ней и и ребер то это соответствует кучки из и камней мы можем взять из нее произвольное количество камней оставить например там же для этого нужно отрезать g минус и вершин но нужно соответственно перерезать нужную вершину так чтобы осталось же же ребер вот поэтому хоккенбуш это более общий случай игры ним и он довольно сложный точки зрения анализа там есть разные варианты хоккенбушев зеленый хоккенбуш и красно-синий хоккенбуш касаться так комбинаторным называют игры которые в которых есть который каждый игрок владеет полной информацией и ходы они делают по очереди да мы об этом не говорили но в самом начале в самом первом на самом пересла дисклассификации нас тоже все ходы делались по очереди бывает просто так что ходы надо делать одновременно нужно это в каком-то смысле сокрытие информации о том что а что сделает 2 я пока не знаю но я сейчас пойду и там будет не знаю амангас это такой игры плюс там еще неизвестно подсмотрит или не подсмотрит вот справедливая игра эта игра в которой возможные ходы совпадают то есть когда мы можем ходить за любую фишку если это фишки выбирать любое количество там камней из любой кучки независимо от того какой мы игрок потом бандиты полицейские это вот несправедливая нормальная игра эта игра в которой игрок не может сделать ход проигрывает не нормальные игры игры в поддавки это в которых наоборот которых игрок который не может сделать ход он выигрывает если у нас есть некоторая игра на графе то нормальные игры можно свести к ненормальные можно свести к нормальному. Для этого из терминальных вершин можно сделать дополнительные переходы в новые терминальные вершины. И тогда будет означать, что если ты находишься в терминальной вершине, у тебя есть ровно один переход в новую терминальную, и тот, кто попадет в эту самую старую терминальную, он автоматически выигрывает. Потому что единственный вариант, который у него есть, это перейти в ту новую терминальную вершину, и в которой второй не можно сделать ход. Значит, можно свести игру к нормальному. Аналогично можно свести справедливые игры тоже к нормальному. Можете тоже подумать, как это сделать. Давайте просто обсудим, как у нас игры сводятся к играм на графе. Для начала, что такое игра на графе? Пусть задан ориентированная игра в G. Начальная вершина U в нем. Фишка помещается в эту вершину U. И дальше ход этой фишки состоит в том, что она ходит по графам, ходит по ребрам, по дугам. Проигрывает игрок, который не может сделать ход. Здесь важно, что у нас игра состоит из двух компонентов. Есть сам граф, есть вершина, из которой мы начинаем. Поэтому каждая игра – это пара. Граф и начальная вершина. Есть еще какой-то набор терминальных вершин. Терминальные – это те, из которых нельзя никуда пойти. Их сразу можно выделить и сразу по ним сказать, что это проигрыш. Для любого игрока это проигрыш. Если, например, рассматривать игру «Полицейский» и «Бандит», то там бывает такое, что некоторые терминальные вершины допустимы только для одного игрока, а некоторые терминальные вершины допустимы только для второго. Просто исходы из того, что они там как-то ходят по графу… А, ну сейчас мы это, кстати, обсудим. Вот прям сейчас, наверное. Как можно интерпретировать… Какими графами можно интерпретировать рассмотренные игры? Игры со спичками – это просто N вершин. И там можно переходить на такая палочка, такой бамбук, последовательность ребер. И можно брать любое количество спичек от 1 до K. Это означает, что мы можем переходить с вершинки N в вершинку N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-K. И так для любой вершинки. Ним Витхофа. Там у нас две кучки N и M камней, соответственно. И каждую такую игру можно характеризовать этими двумя числами N и M. И всевозможные переходы из одной такой игры, из одного такого узла – это либо N-I, M, все возможные ребра, либо N, M-G, либо N-I, M-I, если по диагонали надо ходить. Довольно много ребер в этом графе будет. Он скорее более полный, чем неполный в каком-то смысле. Ну, ее тоже можно анализировать, просто рассматривая граф, выполняя на нем ретроспективный анализ, можно все эти пары N и M, в которых будет проигрыш, можно их все посчитать. Так, полицейский бандит. Здесь у нас фишки две. Они находятся… Ой, я здесь ошибся. Сейчас я поправлю. Завидите ошибку. У нас две фишки. Каждая фишка задает позицию. У нее есть N умножаем вариантов. Там еще есть стенки, поэтому надо их из стенки вытащить, но я здесь не буду это писать. Тут важно, что… Одна фишка – N на N вариант. И вторая фишка тоже N на N вариант. Н на N два раза. N квадрат, N квадрат на 2. Почему на 2? Почему на 2? Потому что важно, кто делает сейчас ход. Если ходит полицейский, тогда… Одна ситуация. Если ходит бандит, то другая ситуация. А фишки расположены одинаково. Поэтому хочется в графе их расположить так, чтобы это было в два разных состояния. Поэтому и переходы будут всегда из одной плоскости в другую. Вот этот последний индикатор того, кто ходит, он всегда будет меняться на ребро. Поэтому у нас граф получается какой? Двудольный. Вот. В Хакенбуше… Сейчас, а почему таких графов не получается в первых двух играх? А их можно здесь упростить сразу. Тут тоже можно сделать такой сложный граф, но там будет много лишних ребер, и просто он сложнее становится. Почему здесь нету разбиения по тому, кто ходит, первый или второй? Да. Потому что эти вершины, они не различаются с точки зрения того, кто ходит. В справедливых играх, неважно кто ходит, ребра будут всегда вести в те же самые вершины. Это можно сделать, но это не нужно просто. Все, конечно, понял. В Хакенбуше у нас вот эти вот ребрышки. Получается так, что можно отрезать любое ребро. Всего у нас там е-ребер на графе. И вот каждый граф – это одна вершина нового игрового графа. Вот это вот граф 1. Потом мы отрежем это ребро. Оставшийся граф будет вот такой. Можем отрезать вот это ребро. Оставшийся граф будет уже без этого ребра. И тут у нас вот сколько возможных е-ребер. Мы из этого состояния можем перейти в другие е-состояний, если отрежем какие-то ребра отсюда. Получается, у нас одно состояние кодируется наличием наличием или отсутствием исходных ребер. Если их изначально было е, то у нас получается два в степени е возможных новых состояний. Но тут на самом деле не все так печально. Если граф довольно простой, то бывает так, что некоторые ребра, если мы их убираем, то они переводят в новую, в новую игру. То есть, если много состояний, невозможно. Например, когда у нас отрезано вот эти два, не, точнее, они возможны, но они, вот переходы все, те, которые будут, если отрезано вот это ребро, если именно для этого ребра там уже нолик стоит, в последовательности ноликов и единичек для каждого ребра. Там у нас все вот получается два в степени е возможных состояний, но переходы по факту будут не такие плотные. С другой стороны, все равно описывает таким образом произвольное состояние игры. У нас тратится очень много памяти, и хочется эту игру, конечно, упростить. Вот там разные упрощения есть, в первую очередь, это в виде прямой суммы игр. Вот, плюс, если у нас есть дерево на палочке, то оно раскладывается в такая палочка, если есть граф на палочке, то вот этот вот Хакенбуш, если точнее дерево на палочке, то такой Хакенбуш, где дерево на палочке, раскладывается как один, эквивалентен, его число гарантии, ну, ладно, не буду сейчас, потом. Да. В следующий раз, если время не хватит. Вот в той монографии у Станкевича об этом написано подробно. Виды вершин. Мы уже обсудили, на самом деле, что у нас есть у каждого состояние на графе. Оно характеризуется либо какой-то проигрышностью, либо выигрышностью. Еще бывает ничейность. Игра называется выигрышной, если вне зависимости от действий второго игрока, который должен делать... Сейчас. Вот А. Если вне зависимости от действий второго игрока, первый игрок выигрывает. Игра называется проигрышной, если вне зависимости от действий первого игрока, второй игрок может выиграть. То есть, как бы мы ни пошли, второй может перевести в состояние так, чтобы снова мы оказались в проигрышной ситуации. В проигрышной игре. И он может вести игру до конца таким образом, чтобы мы проиграли. А выигрышная ситуация, это, наоборот, если мы можем вести, начиная игру, так, чтобы выиграть вне зависимости от действий второго игрока. Игра называется ничейной, если она не является ни выигрышной, ни проигрышной. Вот. И можно доказать утверждение довольно простое, что ничейная игра будет продолжаться бесконечно. И что граф должен содержать обязательно цикл. Ну, пусть граф не содержит циклов. Тогда у нас рано или поздно мы куда-то придем либо в выигрышную, либо в проигрышную игру. Вот такой вопрос еще возникает. Крестики, нолики, это же получается конечная игра, но она же вроде ничейная. Я ошибаюсь. Хороший вопрос. Да, крестики, нолики ничейные, потому что нет такого, что в терминальной вершине у нас кто-то выигрывает. Бывают ситуации, когда в терминальной вершине, то есть здесь в комбинаторных играх терминальной вершине это означает проигрыш того, кто в нее пришел. То есть кто последний поставит крестик, это проигрыш? Нет, здесь просто правила игры другие немножко. Когда мы не можем сделать ход, предполагается, что тот, кто делает ход и не может его сделать, тот проигрывает, вот мы сейчас такие игры рассматриваем. Скорее, стики, нолики сюда не подходит. А то есть это вообще не тема? Да, к сожалению, она не в эту тему. Да, здесь получается ничейность, она с другой точки зрения рассматривается. Здесь ничейность, это когда мы играем на графе, в котором есть терминальные вершины, которые считаются как проигрышные. Вот ничейность бывает только тогда, когда игра никогда не закончится. сейчас мы чуть позже дальше еще увидим, здесь надо разобраться на самом деле, почему. Значит, ничейная игра будет продолжаться бесконечно, потому что если какой вариант есть у игрока, либо он идет дальше в вершину типа выигрышную, тогда выигрывает первый игрок. То есть рассмотрим некоторую вершину из множества ничейных, которые не являются ни выигрышными, ни проигрышными. вот как бы он действовал. Этот игрок, он может пойти в выигрышную вершину, но тогда бы, тогда, если есть переход в выигрышную вершину, тогда он туда не пойдет, потому что ему это не выгодно. Если есть переход в проигрышную вершину, тогда на самом деле эта игра не могла бы быть ничейной, потому что она была, это значит, она была бы выигрышной. Когда есть у нас переход в проигрышную, значит, первый игрок тот, кто ходит, собственно, так и пойдет. если есть переход из ничейной в проигрышную, то мы идем туда, и второй игрок проигрывает. Поэтому такой ситуации не может быть. Не может быть ребра из ничейной в проигрышную. Значит, из ничейной может быть либо переход из ничейной в ничейную, либо из ничейной в выигрышную. Из ничейной в выигрышную он не пойдет, чтобы не выиграл. Второй, значит, он пойдет в другую ничейную. ну значит и стоит мечей не тоже второй игрок тоже будет приходить в другую ничейную чтобы не проиграть ну и это будет поджаться бесконечно потому что мы никогда не игрок чтобы не проиграть он не будет переходить вывешенные вершины значит это будет происходить бесконечно до фон никого не дадут терминал вот эти все вершины выигрышные и проигрышные вот они таким образом связаны уже немножко обсудили это да то что если у нас есть переход в проигрышную то это означает что эта вершина выигрышная вот есть проигрыш есть переход то тут независимо того какие у нас есть другие переходы то эта вершина будет выигрышная да давайте рассматривать сразу цикличный граф хотя это верно не только для цикличного графа если у нас есть некоторая вершина из которой есть переход в проигрышные то она является выигрышная а если у нас есть некоторая вершина из которой все переходы ведут выигрышные значит она проигрышный потому что для текущего игрока он пойдет Как бы он ни пошел, второй выигрывает. Значит, она для него проигрышная. Это можно доказать формально для ацикличного графа, что все множество разбивается на вершины типа N и P. Для ацикличного графа мы однозначно куда-нибудь придем. Как бы мы ни ходили, мы обязательно придем в терминальную вершину, потому что нет циклов. Можно все вершинки отсортировать топологически. И начинать с самых последних, самых терминальных. Начиная от терминальной вершины, мы можем идти назад. И про каждую вершину будет известно, какие вершины ведут ее ребра, выходящие из нее. Они ведут в какие-то вершины, которые уже по топологической сортировке уже были просмотрены. И для них уже определилось, либо они N и P по предположению индукции. Поэтому мы смотрим. Если среди тех вершин, в которые можно пойти, есть P, значит, это вершина N. А если в те вершины, в которые можно пойти, там только N, значит, это вершина типа P. Переход индукции таким образом доказан. И для всех вершин это можно определить. Значит, все вершины сбиваются на два класса в ацикличном графе. Из этого следует сразу алгоритм. Можно взять граф, топологически его отсортировать и обойти в порядке обратно на топологической сортировке, применяя вот это самое правило. Вечисление N-ности и P-шности. Здесь пример вот такой, да, что у нас есть одна терминальная вершина E. Она проигрышная. Мы можем отсортировать топологически и рассматривать вначале, например, вершину C. Значит, она будет выигрышной, из нее ведет единственный переход в P. Эта вершина также будет выигрышная. Эта вершина она ведет в эту и в эту. Оба перехода в N, значит, она проигрышная. Дальше вот эта вершина последняя топологической сортировки. Из нее есть переход в N и в P, но как минимум в P хотя бы один переход есть, значит, она выигрышная. То есть тот игрок, который будет отсюда начинать, он пойдет вначале сюда, и дальше как бы ни ходил второй, он перейдет в последнюю вершину и второй проиграет. Вот, и тут важно понимать, а как именно должен пойти второй игрок. Часто недостаточно знать просто, ну, естественно, в игре хочется понимать, как нужно играть, чтобы выиграть. Когда у нас позиция выигрышная, хочется иметь некоторую стратегию. Вот, стратегия – это очень простая штука. Для каждой вершины нужно понимать, куда нужно переходить. Выбираем то ребро или ту вершину, в которую она ведет, в которую нужно пойти, чтобы выиграть первому игроку, или, например, для второго игрока, куда нужно второму ходить, чтобы тоже выиграть. Ну, или не обязательно выиграть, просто куда нужно ходить. Это просто функция, просто стратегия. Это просто функция для каждой вершины, куда нужно переходить. И вот выигрышная она будет для первого игрока, если следует стратегии, первый игрок выигрывает, вне зависимости от действий второго игрока. Аналогично можно определить выигрышную стратегию для второго игрока, просто поменять их мы сами. Мы написали, что стратегия называется выигрышная для второго, если следовать этой стратегии, второй выигрывает не с действий первого. Тут неважно, она очень симметрична. Вот. Как сделать выигрышную стратегию? Во-первых, она существует. В любой игре на ацикличном графе существует стратегия, такая, что до игры, начинающихся в N-вершинах, она является выигрышной для первого, а для игры, начинающихся в P-вершиной, выигрышной для второго игрока. Как действовать? Ну, действовать, на самом деле, мы уже определили, как для каждой N-вершины нужно просто в качестве S-от этой вершины указать ту вершину, которая будет проигрышной и достижимой из N. Такая есть. Ну, а стратегию для P-м можно выбрать любой. То есть, неважно, куда пойдем, все равно тот игрок, который находится в прыжочном, прыгает. Так, ну, на самом деле, все. Мы разобрали по факту все возможные ацикличные Y на графе. Они таким образом легко определяются. И даже Hakenbush из-за того, что каждый раз после очередного входа число ребер уменьшается, это ацикличная игра. Просто она очень большая, в ней очень много вершин. И вот этот Hakenbush, он с помощью вот этих вот двух вещей, он легко определяется. Все можно разобрать полностью. Любой Hakenbush. Вот. А если в графе есть все-таки циклы, то хочется что-то все равно с ними сделать. Например, мы можем из вершинки 1 ведет ребро в вершинку 2, из вершинки 2 ведет обратно в вершинку 1. Получился цикл. И вот можно ходить как угодно. Нужна где-то еще терминальная вершина, наверное. Да, давайте добавим, там из одной, из вершины 1 сделаем переход в вершину тип 0, которая будет в проигрышную. Поэтому тот игрок, который придет в вершину 1, он сразу будет переходить в проигрышную, чтобы выиграть. Вот. Но можно эту цепочку удлинять, и там будет более сложная ситуация, и окажется выгодным ходить по циклу, нежели идти туда. И там дальше есть в теории Смита разбор того, как классифицировать все эти игры, в которых есть такие ничейности. Игра с циклами. Вот. Но мы их не будем делать. В монографии Станкевича об этом написано. Можно почитать. Так. А что мы будем делать? Даже если у нас есть графы с циклами, неважно, цикличный или цикличный граф, хочется определить, хочется минимизировать число ходов в выигрышной позиции. То есть там в графе с циклами есть выигрышный, проигрышный и ничейный. Вот рассматриваем выигрышный, рассматриваем проигрышный. Для выигрышных нам хочется минимизировать время до выигрыша, а для проигрышных максимизировать. То есть там будет первый игрок, если он в выигрышной позиции, он будет стараться как можно быстрее приведиться к выигрышу, а второй будет оттягивать. Тогда эти классы вершин можно разбить на НИТ и ПИТ. П нулевое – это по факту терминальные вершинки. ИСУ – П нулевое – это набор вершин У, из которых не выходит ни одной дуги. Н1 – это те вершины, в которых существует переход сразу в П0. Это те выигрышные вершины, в которых можно выиграть сразу за один ход. Вот в шахматах есть много разных упражнений, где требуется выиграть за один ход. Мы делаем ход и все. И там сразу ставим мат. Вот. Есть там мат в два хода. Ну, значит, это будет класс Н3. Для этого нужно перевести состояние игры шахматной в некоторое состояние П2. А П2 – это, как определяется, это такие проигрышные, из которых любое ребро ведет в Н1. Вот. Дальше. П2ИТ. Это такие проигрышные вершины, что любая вершинка, любое ребро ведет в некоторую выигрышную, и это выигрышные из Н2И-1. А Н2И плюс 1 это такие вершины, в которых существует переход в П2ИТ. Вот. Тут каждый НИТ содержит, там, Н2И плюс 1 содержит предыдущий, Н2И минус 1. П2ИТ содержит П2И минус 2 и так далее. Они все вкладываются друг в друга. Вот. Но их можно объединить. И оказывается, что если их все объединить, ну, это даже интуитивно понятно, что если объединить все эти классы НИТ и ПИТ, это мы получим множество ПН. И эти множество ПН – это ровно те самые все проигрышные и все выигрышные. Вот. Как это доказать? Доказывается это то, что там по индукции можно доказывать. Нужно доказывать две вещи, как обычно. Нужно доказать, что все такие вершинки, все выигрышные находятся в П, все П выигрышные, то же самое все проигрышные, то и наоборот, находятся в Н и все Н выигрышные. Все проигрышные находятся в П и все П проигрышные. А все остальные ничейные. Но то, что все П, которые здесь в виде объединения ПИТ, они все проигрышные, это очевидно. Все Н – это все выигрышные, тоже очевидно. Следует строение. А то, что нет других, ну вот давайте посмотрим пусть у нас есть некоторая другая вершина из нее есть переход в какие-то какие-то другие вершины вот пусть это верши возьмем вершину из d вот хочется проверить сказать что если она не в п и не в м то эта вершина ничейная что из нее есть из нее есть переход где ходили переходы и эти переходы ведут возможно какие-то они не могут вести в п и ты они не могут вести в п они могут вести только в н и ты возможно и еще какие-то вершины которые не лежат не в п и не в н вот этот игрок который начинается этой вершины он не пойдет ни в одну из энергетик вершин что должен пойти в какую-то другую вершину типа d вот это можно тоже построить некоторые доказательства по индукции которая просто говорит о том что он тоже должен сделать ход из dfd и поэтому эта игра будет ничейный он никогда не придет ни в н не в п вот вот это вот разбиение на н и т и на п и т и просто построение проход по всему графу и разметка всех вершин как проигрышных и выигрышных вот мы ее делали чуть повыше делали и чуть раньше делали в виде с помощью топологической сортировки мы сортировали топологически все вершины потратили на это сколько то времени а потом обратно по топологической сортировки проходили и выполняли чтобы там делали там делали вычисление выигрышности для каждой вершины просто на основании тех ребра которые там были вот это вот обучение нам выполнялась за е но нам еще требовалось топологическая сортировка а здесь еще хочется сами классы построить разобрать где п и т а где н и т именно сколько ходов требуется чтобы дойти до минимальное количество до выигрыша максимальное количество для проигрыша это можно сделать можно было бы сделать просто периодически рассматривая класс п 0 построить да это все терминальные потом построить н ноль потом p1 потом p2 потом m3 и так далее мы каждый раз рассматривая очередной класс вершин смотрим на все предыдущие например на все проигрышные смотрим p2 это да мы можем просмотреть все вершины рассмотреть все ребра которые ведут в эти вершины до обратно 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 обратным ребрам и если в какие-то из них еще не определены значит они все будут принадлежать классу n 2 и плюс 1 ну и так далее для n 2 и плюс первых можно посмотреть на все исходящие ребра поэтому правило где-то вот это вот если у нас некоторый класс есть p2 это вот это вершина из p2 это значит ребро для некоторые вершины которые еще не размечено если есть из некоторых вершин которые еще не размечено значит это будет ребро есть для n 2 значит вершина n 2 и плюс 1 ну и то же самое для n только чуть-чуть похитрее если эта вершина последняя из вершин который еще не рассмотрена да то есть мы находимся в некоторой вершине n 2 и плюс 1 смотрим на вершину которая имеет ребро входящего в этой вершины n 2 и плюс 1 если эта вершинка p если эта вершинка еще не размечена и это последнее ребро а все остальные были же рассмотрены и они ведут в другие n здесь с индексом меньше либо равным 2 и плюс 1 а максимальный индекс n который есть среди всех этих вершин он равен 2 и плюс 1 это будет вершинка из p2 и плюс 2 вот нужно будет следить за тем сколько исходящих ребер мы обработали если мы обработали ребро нужно можно как действовать можно всякий раз просто проверять и пересматривать все эти ребра для этой вершины который предположительно будет p если мы пересматриваем все ребра и находим очередное ребро для которого ничего еще пока ведущие вершины для которой пока еще тоже ничего не известно мы потратим довольно много времени чтобы просматривать эти ребра каждый раз когда мы выходим из этой вершины и поэтому этот алгоритм когда пересматриваем все возможные по очереди p плюс 1 n плюс 1 комп и извиняюсь здесь надо пойти n g ты был написать потому что разные один раз на разные индексы не могут быть здесь я хотел сказать что если мы будем по очереди строить вот таким алгоритмом по очередь строить пейты n и ты строить следующие то мы на каждое такое построение можем тратить и операции это очень много когда у нас сумме было бы в на е время работы хочется этого избежать вот как это можно сделать на самом деле не нужно рассматривать эту вершинку эту вершину рассматривать не нужно до тех пор и начинать ее обрабатывать пока мы не обработаем все вершины которые ведут ее ребра поэтому в тот момент что можно делать мы можем эту вершину каким-то образом характеризовать можем в самом начале сказать что в ней степень 3 окей в ней степень 3 значит мы эту степень можем каждый раз уменьшать когда рассматриваем вершину, в которой есть у нее ребро. Рассмотрели одну вершину, ага, уменьшили степень у нее. Рассмотрели вторую вершину, ага, уменьшили степень у нее. Рассмотрели последнюю вершину, ага, уменьшили степень у нее, степень обнулилась, ага, значит, мы обработали все ребра, которые исходят из нее, и в этот момент, если во время обработки для этой вершины так и не было проставлено выигрышность, значит, это вершина проигрышная. Может быть, если есть какая-то вершина, допустим, ничейная, в которой у нее есть переход, то этот дегри никогда не обнулиться, эта степень, и она так и будет больше нуля, и мы никогда эту вершину не помечем как проигрышную. В этом и заключается идея ретроспективного анализа с помощью DFS. Вот тут кодик. Вначале все вершины помечаем как ничейные. Затем DFS берем вершинку V, помечаем ее как просмотренную. Начинаем с терминальных. Да, и здесь надо будет внешний DFS сейчас сделать, в котором будут по очереди запускаться DFS, от всех терминальных. Помечаем вершину как посещенную, и для всех входящих ребер в нее, для всех U, таких что есть ребро из U в V, да, мы идем обратно DFS. Если эта вершина U еще не посещалась, косяк, я тут забыл визит это проставить. Если эта вершина U еще не посещалась, то мы ее, значит, если V была проигрышная, значит, U сразу можно сделать выигрышной. мы ее делаем сразу выигрышной, и количество ходов увеличиваем на единичку. Точнее, количество ходов до U, это количество ходов от V плюс 1. это максимальное количество ходов, которые можно сделать до проигрыша. А если это не проигрышная вершина, и мы находимся в вершине V, то значит, V уже определено, что она выигрышная. Значит, V у нас выигрышная. Смотрим на степень вершины U, из которой у нас переход есть в V. У нас есть переход из U в V. Мы смотрим на эту степень и уменьшаем ее на единичку. Как только она обнулится, это будет означать, что степень... Значит, из U мы рассмотрели все возможные переходы. И вот последний переход, который мы рассмотрели, это переход из U в V. В здесь у нас выигрышная. Здесь L означает, что V выигрышная. Мы тогда помечаем вершины U как проигрышную и увеличиваем, и выставляем число ходов. Максимальное число ходов, точнее, минимальное число ходов, все-таки максимальное. Максимальное число ходов, которое нужно сделать до проигрыша, оно равно C от V плюс 1. Потому что мы дальше переходим в выигрышную, как обычно. И там C от V – это минимальное число ходов, до выигрыша того игрока, который будет находиться в V. Ну вот, соответственно, нам выгоднее всего идти именно в эту вершину, в самую последнюю, среди рассмотренных. Да, я на самом деле вас обманываю. Так нельзя делать. Я просто от этого C от U, C от V добавил сегодня. Здесь неправильно делать. Все-таки надо перебрать, чтобы посчитать все C от U. Да, извините. Значит, чем хорош, вообще, в принципе, этот алгоритм DFS? Давайте сейчас я здесь поясню. Я здесь исправлю чуть позже, после лекции. Здесь можно сразу проставить, что C от U. Нет, тоже нельзя. Ну, такая ситуация может быть. Просто мы можем пойти по DFS. А, нет, нет, все нормально. Надо верифицировать. Ну, я за что опасаюсь? Что у нас есть, что вот этот вот Degree U может ли он уменьшиться, когда... Нет, все правильно. Нет, все-таки я, наверное, нельзя переживаю. Может ли этот Degree U уменьшиться в тот момент, когда мы рассмотрели вершину из более близкой к терминальной, чем те, которые были рассмотрены до этого? Вот кажется, что нет, что не могут, поэтому все нормально здесь вроде бы. Да. Так, все. Тогда... Да, и в случае, если у нас степень не обнулилась, это означает, что еще не все ребра просмотрены. Это означает, что у нас есть некоторые переходы в какие-то вершины, которые нам еще нет, значит, ее определять еще нельзя. И, значит, DFS для нее тоже нельзя вызывать. Да, поэтому DFS для тех вершин, для которых все-таки потом определится когда-нибудь выигрышность для нее, этот DFS будет вызван на уровне не раньше, чем 2 и соответствующий числу ходов от этой вершины. Вот, значит, если это не обнулилась, то мы ничего не делаем, самое главное, мы не запускаем DFS от нее. А если она определилась, то у нее здесь определился либо win, либо lose, мы вызываем DFS от нее. Мне кажется, есть картинка все-таки здесь одна. здесь одна, сейчас 2, здесь минимальная, здесь это у нас проигрышная, здесь у нас проигрышная, здесь будет 1, здесь 2, здесь мы пошли DFS сюда, вот так. Да, если... Ага. Действительно поставить, скорее всего, минимум. Смотрите, вот в эту вершину... Да, здесь две ошибки есть. Все, я понял. Мне и визит проставить, и C от U поменять здесь для... Если вершина V проигрышная, то U это выигрышная, но, возможно, мы в эту вершину U можем прийти другим путем, более коротким. Попробую картинку нарисовать. Угу. 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 Рисование. Угу. Угу. Есть некоторая выигрышная, есть некоторая проигрышная снова, и есть некоторая вершинка снова выигрышная. В тот момент, когда мы DFS обходим здесь, мы здесь помечаем, как C равный единичке, здесь будет C равный двойке, DFS будет вызван сразу, и потом мы пойдем сюда, DFS будет вызван сразу, и здесь будет поставлено число 3. Но если DFS еще не завершил работу, у нас еще есть одно исходящее ребро, да, мы же все U для этой самой нулевой вершины просматриваем. Вот тот момент, когда... Это у нас проигрышный вид, да, P. В тот момент, когда у нас здесь есть выход, когда мы потом DFS снова будем просматривать уже ребро из 3 в 0, то здесь по идее она уже просмотрена, и мы в нее второй раз не зайдем, она уже тоже помечена как выигрышная, все нормально, но у нее число ходов неправильно проставлено. Число ходов должно быть проставлено в единицу здесь. Вот поэтому здесь правильно было бы... Я посмотрю еще в других местах. Я здесь, похоже, ошибся. Вот без C можно спокойно это вызывать, и он будет просто расставлять обычный ретроспективный анализ, обычный DFS, в котором не требуется топологическая сортировка, это его основное преимущество, вот этого алгоритма, что мы без топ-сорта просто сразу обходим граф с конца по обратным ребрам и сразу размечаем вершинки N и P. Вот. Все преимущества. Вопрос есть? Есть пара вопросов, но больше по организации курса. Давайте. У нас в этом году ужасная организация, я согласен, что мы... Так, ну вот сейчас прошу про экзамен, а потом про практику. Да, давайте. Экзамен как будет проходить, еще неизвестно, тем более, что он первым будет. Экзамен будет 23 декабря, и там мы сделаем план захода по группам, пришлем его. Так, а как он будет происходить? Скорее всего, он будет в прокторинге. Я, честно говоря, еще не проводил ни разу экзамены онлайн. Да, надо этим вопросом заботиться. Получается, в этом прокторинге будет просто как конференция, а не как мы РК пишем? Да, это будет устный экзамен. Так, ладно, то есть пока еще ничего неизвестно. И вот вопрос по практикуму. Вот там вот новый контест выложили, и там вместо задачи разбалованы по 3-4-5, и теперь задачи 2 по 6 баллов, и это как-то к хорошему их сложнее делать как бы. Рассматривается ли такое приложение, чтобы хотя бы на нижней оценке нужно было меньше баллов набрать? Не понял вопрос. Ну, как бы вот сейчас же вот сейчас выложим новый контест, и там вместо 3-3 задачи тебе нужно делать 2 сложные, из-за чего оценка может как бы сильно ухудшиться. Из-за того, что не получится сделать их, да? Ну, скорее всего, вот на это, на преобразование фуре, что-то мне кажется, что не получится. И если учесть, что вот в каждом контесте я делал, не, делал лишь 2 самые сложные задачи, и при этом написал хорошую РК, у меня там, если выйдет хор-5, то по самым нижней границе. Поэтому как бы в чем-нибудь рассмотрении, может быть, поменьше школы баллов сделал хотя бы на нижней. Смотрите, мы там с семинаристами рассматриваем, точнее, там некоторые семинаристы предлагают очень хорошие мысли дать дополнительные задачки тем, у кого не получалось решать задачи в модулях. Вот, скорее всего… У нас их не особо хотят давать в моей группе. Я думаю, что мы на этот вопрос подумаем и попробуем сделать их везде. Я тогда с семинаристами поговорю, чтобы у всех была возможность. Просто я много раз слышал про жалобы о том, что нельзя сдавать после РК. Это целенаправленно сделано, это вот наша такая позиция изначально. Уже несколько лет мы так работаем, лет семь. Вот, я считаю, что с одной стороны правильно, с другой стороны должны быть какие-то возможности что-то доделать и что-то переделать. В разных группах делается по-разному. В какой-то момент у нас, и, кстати, и сейчас тоже, в некоторых группах даются дополнительные плюшки за то, что студент активно что-то делает, может по своей инициативе договориться с семинаристом о том, что он что-то расскажет или что-то подготовит, какой-то, может быть, небольшой рассказ для всех, ну, то есть заработан на семинаре. Второе, что вот эти вот дополнительные задачи, которые, возможно, у нас будут в каждом модуле, на них нельзя будет много заработать. Это просто будет какой-то там, может быть, 5-6 баллов за модуль. А эти 5-6 баллов в итоге могут и завершать как раз. Да, да, я понимаю, что это важная штука. Смотрите, если у вас какие-то проблемы с задачами именно по, допустим, текущему модулю, обращайте к своему семинаристу, потому что если у вас что-то не получается, мне кажется, будет здорово, если вы спросите, вот у меня там не получается такая-то штука, вот там прошу помочь. Если он там не отвечает там долго или какие-то проблемы, то я думаю, что вы можете написать там в личку у меня, я постараюсь помочь возможности. Все, ладно, понял. Просто если у вас есть посылки, и у вас там не заходит по тестам, или, например, вы написали какой-то кусок кода, а у вас там что-то не работает, но идейно все более-менее сделано правильно, это гораздо ценнее, чем вы там пробуете, там находите код где-то на стороне или пытайтесь писать и издать в контест, а потом лучше все-таки пытаться сделать самому, вы все правильно делаете. Просто если не получается, то я рекомендую обращаться к семинаристу. У нас специально в каждой группе сделано порядка 10-15 студентов на семинариста, чтобы у него была возможность поработать с каждым. Спасибо, спасибо, что пришли. Всего доброго. Всего до свидания. До свидания.